МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе международная панорама. Положение государств на мировой арене. Стратегия последнего времени Лукашенко поставила Беларусь в геополитическую позу раком, одинаково уязвимую как Запада, так и Востока. Общемировые процессы. Все обратили внимание, что Виталию на съемке программы «Рассмеши понтифика» президент Зеленский ездил в сопровождении главы Министерства внутренних дел, а не иностранных. Векторы развития мировой политики. Крупный американский бизнесмен в сфере отельного бизнеса и финансов и вполне интеллигентной еврейской семьи продемонстрировал весьма короткий и прямой путь от Аиди Шакоп на входе до Шлымазла на выходе. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире очередная программа «Международная панорама» и ее ведущий Дмитрий Джангиров. Из анонсированных в конце прошлой недели событий отметим визит в Сочи лидера Белоруссии Александра Лукашенко 7 февраля. Повестка дня была непростой. Цены на нефть и газ, как компенсация продвижения Минска по пути интеграции в рамках союзного государства. Мы не будем вникать во все неоднозначные проблемы такого торга. Отметим лишь, что стратегия последнего времени Лукашенко, крепко стоя ногами на востоке, как можно дальше дотянуться руками до запада, поставила Беларусь в геополитическую позу раком, одинаково уязвимую как с запада, так и востока, а в некоторых случаях и для синхронного продвижения внешних интересов с обоих направлений. При этом, заигрывая с западом, Александр Григорьевич догадывается, что транзит власти ему придется осуществлять по внешним правилам, полагаясь на ничего не стоящие гарантии, как говорится, к Виктору Федоровичу не ходи. При этом тамошние змагары, убеждающие белорусов, что именно из Беларуси Запад во главе с Соединенными Штатами сделают витрину экономического процветания на зло Орде, только добавляют мрачных аналогий. Впрочем, на этот раз даже природа была на стороне Лукашенко. Шквал и ливень задержали прилет в Сочи делегации, в которой присутствовал главный антагонист Батьки, экс-посол России в Минске, а ныне заместитель министра экономического развития Михаил Бабич. Тем самым у Владимира Путина не сложилась традиционная игра в доброго и злого следователей, в которой он столь же традиционно выступал добрым следователем, которому можно было пожаловаться на злого Бабича, ценящего рыночные отношения выше братских уз. Это позволило президенту Белоруссии частично перевести логику сосуществования в союзном государстве в русло личных отношений, чему, несомненно, способствовала атмосфера кокейного матча, в котором оба президента, а также сын Александра Григорьевича Николай, играли за одну команду. Составы обеих команд, кроме упомянутых трех вип-персон, были укомплектованы бойцами управления охраной президента в двух стран, а потому матч носил не столько спортивный, сколько дипломатический характер. В результате белые, за которых играли оба президента, победили синих со счетом 13-4. Два гола забил президент Белоруссии, четыре – его сын. Авторство остальных семи мы не рискнем назвать в силу существования запрета на позитивное освещение деятельности президента страны-агрессора. При этом опытные политики отметили, что несколько раз, выходя один на один с вратарем, Лукашенко-младший отдавал пас назад, под удар Владимиру Путину. Но, как бы то ни было, при переходе от языка спортивных жестов к переговорному процессу, произошло еще одно чудо. Летевший в одном самолете, а потом ехавший в одном автобусе с Михаилом Бабичем, министр энергетики России Александр Новак появился за столом переговоров, но без замминистра экономики, что и предопределило относительный компромисс. Из двух вариантов цены на газ – 127 долларов за тысячу кубометров, как в союзном государстве, или 152 доллара, как в евразийском экономическом сообществе, Батько сумел настоять на первой цифре. Что же касается цены на нефть, то в силу частного характера нефтяных компаний президент Путин отказал в скидках, связанных с изменением налогового регулирования. Однако, пока Минск сможет получать нефть на 17% дешевле мировой цены. В небольшой плюс Минск может записать себе и повышение на 6,6% цены за транзит нефти по магистральному трубопроводу «Дружба». Ну, а чтобы старший брат не расслаблялся, с начала нынешней недели белорусские нефтеперерабатывающие заводы начали отбор технологической нефти из нефтепровода «Дружба». В «Белнефтехимии» уверяют, что отбор нефти идет из веток трубы, которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям. То есть, пока что этот отбор нефти не отразился на транзите российского сырья через Белоруссию, он лишь снижает пропускную способность на сами белорусские НПЗ. Из послесловий к большой дипломатии предыдущей недели можно упомянуть погромы Дунган в Казахстане, начавшиеся сразу же по отбытии на родину из среднеазиатского турне государственного секретаря США Майка Помпеа. Как мы помним, во время визитов Помпеа в Нур-Султан и Ташкент он активно складял Казахстан и Узбекистан заявить протесты Китаю по поводу якобы притеснений мусульман-тюркского происхождения, уйгуров и казахов в Китае. Госсекретарь даже демонстративно встретился с семьями китайских казахов, находящихся в заключении в Сензян-Уйгурском автономном округе КНР. То, что после отказа Казахстана и Узбекистана конфронтировать с Китаем по поводу уйгурского меньшинства в Казахстане прошли внезапные погромы Дунган, которые по официально китайской версии являются китайцами-мусульманами и рассматриваются как вполне лояльная этноконфессиональная группа, почему-то не удивляет. Так же, как не удивляет большое количество материалов и комментариев по данной ситуации в радио «Азатык» казахском подразделении «Голоса Америки» с характерными заголовками. «Власть не знает, как выстраивать отношения с этническими группами». «Неработающая модель межэтнического согласия». «Юго-Восток – очаг напряженности» и тому подобное. Еще один анонсированный в прошлом выпуске «Международный панорамный визит» – это турне министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова по заднему двору Соединенных Штатов, Латинской Америки и Карибскому бассейну. Как некий ответ на турне госсекретаря США Помпео по маршруту Киев-Минск-Нурсултан-Ташкент. Поездка Лаврова также носила во многом символический и зондажный характер. На «Острове свободы» Лавров заявил о приоритетном партнерстве России и Кубы. Собственно говоря, иные месседжи в двухчасовой блиц-визит и не поместились бы. В Мехико Лавров пообещал Мексике поддержку в избрании непостоянным членам Совета Безопасности ООН и подчеркнул совпадение по большинству международных вопросов, что можно трактовать как продолжение сотрудничества в рамках ООН без особых иных обязательств. Помня завет президента Порфирия Диаса «Бедная Мексика так далека от Бога и так близка к Соединенным Штатам», мексиканцы весьма не спеша рассматривают предложения по покупке новой партии российских вертолетов Ми-8 и Ми-17, видимо считая, что приобретение предыдущей полусотни вертолетов двойного назначения уже было актом высокого гражданского мужества. Ну, а главным пунктом поездки для Сергея Лаврова, разумеется, была Венесуэла и поддержка ее президента Николаса Мадуро, буквально синхронно с объявленной Трампом в послании Конгрессу поддержки альтернативного президента Хуана Гуайда. Кроме дипломатических усилий в поддержку Мадуро, Москва рассматривает возможности новых поставок вооружений в Венесуэлу. Не безвозмездно, разумеется. Роснефть имеет немалые привилегии в добыче венесуэльской нефти. К слову сказать, одним из ответов на визит Лаврова стали угрозы американских санкций в отношении Роснефти за сотрудничество с Венесуэлой. Самое интересное, что Газдеп каждый раз, последний раз 17 января сего года, продлевает лицензии американской нефтяной компании «Шеврон» и нефтесервисным компаниям во главе со знаменитой «Халибертон» для продолжения их совместной работы с венесуэльской государственной нефтяной компанией. А вот частичное вытеснение с американского рынка венесуэльской нефти привело к парадоксальной ситуации. В 2019 году на второе место после Канады по поставкам нефти в США вышла Россия, опередив Мексику и Саудовскую Аравию. Впрочем, в предвыборный год, когда кандидаты-демократы безответственно только обещают американским автовладельцам низкие цены на бензин, президент Дональд Трамп вынужден это обещание ежедневно выполнять. До 3 ноября, как минимум. Пока же Трамп после успешного завершения процедуры импичмента на подъеме, причем в этот подъем неоценимый вклад внесли его злейшие враги-демократы. Его послание к Конгрессу стало де-факто театрализованной предвыборной речью, которая задала старт избирательной кампании. При этом, отбросив традицию президентов США, переизбирающихся на второй срок, с надеждой расширить свою электоральную базу, Трамп вновь, как и в 2016 году, сделал ставку на мобилизацию своих, еще более жестко и концентрированно сформулировав принципы консерватизма, включая и религиозную компоненту. Импичмент только способствовал такой мобилизации, а его бесславный провал придал Трампу очень важный в американской культуре образ победителя, принявшего вызов и выстоявшего против сонма врагов. Как результат, среди республиканцев поддержка Трампа перевалила за 90%, поддержка деятельности Трампа американцами достигла двухгодичных максимумов, в среднем более 45%, в отдельных исследованиях до 49%. При этом одобрение экономической политики президента достигло 56%, в отдельных исследованиях более 60%. Неудивительно, что на фоне разброда и шатания в демократическом лагере, согласно социологическому опросу университета Мормут, расположенного в штате Нью-Джерси, 27% американцев уверены, что Трамп победит, еще 39% считают, что это более вероятный исход выборов. Итого, сторонников InTrumpVTrust, разной степени оптимизма, 66%, или 2 трети избирателей. 22% считают, что Трамп, возможно, проиграет демократу, и только 6% уверены, что обязательно проиграет. Правда, как говорится, не все так однозначно, ибо лишь 42% участника опроса поддерживают Трампа и считают, что он должен быть переизбран. А 55% респондентов заявили, что перспектива победы нынешнего главы Белого дома их не радует, так как руководить страной должен кто-нибудь другой. В то же время, на днях, криптодеривативная биржа FTX запустила токен Trump 2020, который работает как фьючерсный контракт. Фьючерс позволяет трейдерам открывать длинные и короткие позиции на переизбрание Дональда Трампа и на его проигрыш в президентской гонке соответственно. Если Трамп выиграет выборы 2020, стоимость токена составит 1 доллар, если проиграет – 0 долларов. Теоретически, текущая цена примерно соответствует шансам Трампа переизбраться, и нынешней ночью она составила 64 цента. То есть покупатели исходят из 64% вероятности победы Трампа, что вполне коррелирует с упомянутым выше социологическим исследованием. Что же касается Украины, то здесь Дональд Фредович включил зверя, как называл это привычное по отношению к предателям состояние, старый идеологический соратник Трампа Стив Беннон. Так, еще 7 февраля из Белого дома вполне предсказуемо попросили советника по национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана, который стал де-факто спусковым крючком импичмента, написав донос по результатам телефонной беседы Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Экс-киевлянина Виндмана вывели с рабочего места четыре офицера. В нашем распоряжении имеется шокирующее документальное видео. Впрочем, пока без доказательств, что на нем изображен именно Александр Виндман. Обнажите головы! Сейчас состоится вынос тела. Отворились дубовые двери, и прах покойного был вынесен на руках родными и близкими. О, Боже, впереди шла вдова! После непродолжительной, но трогательной гражданской панихиды тело покойного было предано земле! Кстати, брат-близнец Виндмана Евгений также был уволен в тот же день с должности в Совете Безопасности. Кроме того, Трамп уволил американского посла в Евросоюзе Гордона Сондленда, частично курировавшего украинское направление, который давал показания против него по делу об импичменте. Сондленд, крупный американский бизнесмен в сфере отельного бизнеса и финансов, из вполне интеллигентной еврейской семьи, продемонстрировал весьма короткий и прямой путь от Аиди Шакоп на входе до Шлымазла на выходе. В 2016 году Гордон Сондленд пожертвовал предвыборному фонду Дональда Трампа миллион долларов. В 2018 был назначен Трампом послом США в Евросоюзе. В 2019 дал в Конгрессе показания против Трампа. И вот, личный враг Трампа, свободный от лишнего миллиона и государственные службы. ПОЦ. Есть все основания полагать, что следующий на вылет Джордж Кент. Господин Кент, перебравшийся из посольства в Киеве в Госдеп, пусть напрямую и не свидетельствовавший против Трампа, но рассказавший об интригах в украинской власти вокруг американских дипломатов, является несомненным носителем демократической традиции имени Виктории Нуланд, абсолютно неприемлемой для Дональда Трампа. Ну а что сотрудник посольства в Киеве Дэвид Холмс, давший достаточно нелицеприятные для Трампа показания, вполне типичный недоброжелатель республиканцев в составе нынешнего посольства. Исходя из того, что во время своего визита в Киев государственный секретарь Помпея не назвал ни фигуры, ни даты назначения посла в Киеве и спецпосланника по вопросам Украины, а все чиновники 2-го и 3-го круга так или иначе связанные с украинским направлением несут на себе печать токсичности с точки зрения Трампа, то точек доступа для контактов с Белым домом или Госдепом у Банковой не так уже много. Впрочем, Соединенные Штаты не единственное направление, по которому дипломатические успехи новой власти крайне сомнительны. Так, все обратили внимание, что Виталию на съемке программы «Рассмеши понтифика» президент Зеленский ездил в сопровождении главы Министерства внутренних дел, а не иностранных, что было бы более логично. Вопрос, кто занимается украинской дипломатией в отсутствии украинских дипломатов, мы адресуем политическому эксперту Александре Решмидиловой. Добрый вечер, Александр. Первый вопрос. Где на сегодня в Украине, в исполнительной власти, находится центр принятия решений по внешней политике? В администрации президента или в Министерстве иностранных дел? По моему убеждению, все-таки у президента. Объясню, почему. Я думаю, что во многом усиление Ермака и проявление его неофициальных каналов дипломатии стало возможным именно благодаря тому, что ведомство Пристайка, если его так можно назвать, или скажем так, давайте просто министерство, потому что насколько Пристайка смог его держать и объединить под своим руководством и началом, вопрос риторический. Именно, скажем так, недочеты или некие провисания работы МИДа позволили усилиться Ермаку и проявить себя где-то в глазах президента более, возможно, сильным, возможно, где-то более доверительно. Мне кажется, что Пристайка, хоть это и квота президента, когда назначали, выбирали условно лучшее из того, что есть. Никак это не кадр из ближайшего окружения президента. Явно, возможно, с доверием там проблемы, скажем так, эта составляющая явно хромает. Ну и поговаривают, что, возможно, из-за этих всех процессов при анонсированной ротации в Кабинете министров и Пристайка может чувствовать себя достаточно волнительно. Поэтому я думаю, что все-таки центром явно остается президент в первую очередь, ну и непосредственно его офис. Смотрите, Александр, есть такое впечатление, что и по российскому направлению, и в несколько меньшей степени, но тем не менее и по американскому, как бы партнеры Ермака ему несколько подыгрывают. То есть они ему дают возможности достигать небольших успехов. И уровень встреч, и договоренности об обмине пленными. Сейчас мы видим, опять, так сказать, создается впечатление, что когда с нормандской четверкой все, так сказать, пришло в тупик, значит, ну, меняем пленными, меняемся пленными. Вот такое впечатление. Что вы скажете? Смотрите, не исключая этого фактора однозначно, тем более давайте поймем, что те договоренности, или, там, даже сказать, прорывы, которые были осуществлены ранее, вообще Ермак появился ведь в публичной плоскости именно благодаря первой волне обмена. Здесь есть подыгрывание, потому что на том этапе все эти переговорные процессы по статусу велись, ну, скажем так, ну, могли не вестись, назовем так. Но карт-бланшники был дан, и сейчас очень, скажем так, совпадения все, конечно, случайные, но то, что Козак будет курировать украинское направление одновременно с назначением Ермака могло быть частью договоренностей как в Париже, так и в дальнейших договоренностях. Очень интересно выглядела разговор, скажем так, и договоренность с госпожой Меркель, которая спрашивала, недавно был, вы знаете, телефонный разговор с господином Зеленским, и Меркель задавала прямой вопрос, почему, скажем так, есть некие пробуксовки по договоренностям в Париже, и почему не выполняется коммунике. Так вот, один из ответов был, что с появлением Ермака непосредственно уже как в качестве главы Офиса Президента этот процесс должен быть ускорен. Это один из аргументов, ну, по крайней мере, так говорят. И я так полагаю, что у президента большие надежды, связанные непосредственно с тем, что поменяв статус Ермаку, он сможет ускорить процессы переговоров по Донбассу. Также давайте обратим внимание, что есть информация, что Ермак может распространять свое влияние и на переговоры по газу, да, то есть у него и там могут усилиться моменты. Также не в последнюю очередь Ермак будет заниматься переговорами не только с Российской Федерацией, но и с Вашингтоном, да, у него, вы помните, были встречи с Джулиани в Мадриде, ну, не могу сказать, что очень продуктивные, но, по крайней мере, контакт был, я так полагаю, с Помпео разговоры были. Поэтому в целом не могу сказать, что он прям какой-то гений дипломатии, да, но, с другой стороны, определенные успехи, не без подыгрывания, не без подыгрывания, конечно, международных игроков, но определенным образом усилиться ему удалось. Александр, с другой стороны, вот посмотрите, если мы посмотрим заявление того же рейсника, который фактически, ну, дезавуировал Минские соглашения, сказав, что там не, а это человек, который входит в группу рабочую, трехстороннюю контактную группу. Пристайка заявил, когда его никто не спрашивал, что мы не планируем послами обмениваться. Тем не менее, мы видим множество заявлений, которые никак не согласованы с генеральной линией. То есть, создается впечатление, что у нас несколько центров внешней политики. Смотрите, не в последнюю очередь можно добавить еще и заявление непосредственно армии и силовиков, да, которые тоже говорят, добавили тоже масла в огонь, что условно там и по разведению были вопросы по выполнению Минска и по требованиям выполнять Минск. И, скажем так, и пока мы не видим, что президент может полноценно опереться на Верховную Раду, которая гарантированно скажет ему, что голоса под голосование по вопросам Донецка, это и формула Штайнмайера и непосредственные изменения в Конституции, ну, что они будут и беспокоятся не о чем. То есть, на самом деле, есть разные центры, которые разные месседжи отправляют в информационное пространство, но все они говорят о том, что, скажем так, разброд и шатание в рядах, да, что президента и его обязательства особо никто и не торопится выполнять. Также настораживает, что до сих пор на данном этапе нету договоренности по пунктам разведения войск. Хоть и пообещали, что появятся новые дополнительные, уже переговоры идут, но пока все это в процессе. Поэтому, да, я соглашусь с вами, что, скорее всего, очередной возможный обмен, это как раз позволит как-то сбалансировать и показать хоть какую-то деятельность, потому что пока можно показать, что, да, была миссия ОБСЕ, которая приезжала в Киев, в станицу Луганскую, они начинали вести подготовку к мониторингу 24 на 7, но надо же и другие пункты показывать. Александр, а как вы считаете, вот возможные, которые обсуждаются, большой обмен пленными, он каким-то образом связан с возможным новым саммитом Нормандской четверки, или наоборот, это как бы вместо саммита Нормандской четверки, ну, сымитировать некое такое, ну, примирение, во всяком случае, обмен пленными для западного обывателя, вообще для западного. Политика – это некий символ такой, что там деэскалация как-то идет. Я не исключаю, что может быть некая подмена, да, или, скажем так, некая компенсация, да, потому что пока говорят о следующем, что встреча в апреле, которая анонсирована, она может и не состояться. Она может и состояться по ряду причин. Не только потому, что заявляют российские СМИ, такую информацию дают. Смотрите, мы уже с вами обозначили, что пристайка не константа. В Российской Федерации на сегодняшний момент хоть пока и нету моментов, почему мы можем утверждать, что Лавров будет как-то смещен, но и он не константа, потому что идет глобальная перезагрузка. Чтобы встретились главы государств, должна идти подготовка на уровне сначала министерств. А я напомню, что даже момент, пока Климкин еще не ушел, а пристайка еще не назначили, или он так не пришел полноценно, даже это позволяло смещать даты встречи тогда, скажем так, только подготовки или рестарта нормандского формата. Да, саботировать фактически. Да. Еще очень интересно, вы затронули тему с послами, да, было заявлено, сам посыл, как это было подано, Лавров заявил, что Российская Федерация не против идеи Украины, то есть это, скажем так, якобы исходит эта идея от нас, восстановить дипломатические отношения, ну и, скажем так, на более высоком уровне. Но вот заявление пристайка может как раз во многом тоже быть, скажем так, финишем его деятельности в ведомстве, то есть, скажем так, мы будем видеть, что то, о чем наговариваются, скажем так, люди президента, может идти в разрез с тем, как это видит ведомство, что будет нам еще раз оголять определенная, ну, если не конфликтность, то, по крайней мере, разное видение. Ведь то, когда готовят, допустим, ведомство президента, даже речи, которые ему предлагают, посылы, они очень во многом отличаются от того, как бы мог себя вести президент, если бы он двигался по той логике, которую он заявлял в своей предвыборной программе, то есть есть такое ощущение все время присутствия райтеров Порошенко. Вот это очень чувствуется, но, скажем так, здесь это не особо идет в разрез, ведь в рядах у Зеленского очень много скрытых или не скрытых так называемых парохоботов, поэтому определенным образом их влияние все равно сказывается и на внешней политике в том числе. Ну, можно так сказать, что, подводя итоги, что некие декларируемые намерения президентом не поддерживаются аппаратом в полной мере ни правительственным, ни министерства иностранных дел, но, правда, офис президента может быть чуть в большей степени поддерживает. Я бы хотела еще отметить маленький нюанс, на который мы мало обращаем внимания внутри Украины, мы слишком законцентрированы на своих вопросах, но нормандский формат может иметь некие пробуксовки еще и по ряду других вопросов. Ну, в первую очередь, у Меркель есть внутренние проблемы, а когда у нее есть, ну, сейчас у нее вопросы внутри партии непосредственно с тем, кто будет с преемником, да, до этого у нее были проблемы с коалицией, то есть есть вероятность, что если эти проблемы будут обостряться или иметь очень критичный характер, она явно будет нырять во внутреннюю повестку и отходить от внешней. И еще посмотрим, чтобы не оказалось в очередной раз, вот мы с вами как раз разговариваем в преддверии Мюнхенской конференции, чтобы Запад в очередной раз не увидел все наше грязное белье, которое есть в нашей украинской политике, есть такая тенденция и любовь выносить это все на внешние площадки, показывать, и это тоже может очень сильно быть неким раздражительным фактором, поэтому я думаю, что стоит задуматься, как себя потише немножко вести, нежели показывать все разночтения на внешних площадках. Пожелаем нашим политикам отмывать грязное белье дома, не ехать... Замачивать, да? Замачивать. Благодарю вас, Александра. Это была Александра Решмедилова, политический эксперт. Всех благ. В ночь со вторника на среду состоялись вторые праймерис в Демократической партии США, на этот раз в Нью-Гемпшире. Вновь практически вровень лидировали Берни Сандерс и Пит Бутиджич. Вновь сокрушительное поражение потерпел Джо Байден. Американские социологи, как бы забавно ни звучало это словосочетание, примерно как британские ученые, после Айовы и Нью-Гемпшира отдают заметное, но не решающее преимущество Сандерсу. А вот букмекеры, хотя и принимают наибольшие ставки на Берни, но верят и в рывок Блумберга в супервторник 5 марта. Можем лишь пожелать нашим соотечественникам заработать на ставках на этих темных и зачастую беззубых лошадках. Сегодня в Европе происходит настоящее политическое землетрясение. Так, на выборах в Ирландии, вдохновленные Брекситом, наследники Святого Патрика отдали беспрецедентные 22% голосов партии Шинфейн, в переводе мы сами, левой националистической силе, многие годы выступавшей в качестве политического крыла террористической ирландской республиканской армии, которая вела вооруженную борьбу за воссоединение Ирландии и Северной Ирландии или Ольстера в едином государстве. Нынешний вариант Брексита, не определивший до конца статус ирландско-северо-ирландской границы, вновь вдохновляет иридентистов по обе ее стороны, опирающихся на идентичность, задаваемую католической церковью и культом Святого Патрика. Также по 22% с разницей в 1,2 набрали ранее правящая партия Финнегелл, в переводе Объединенная Ирландия, и оппозиционная Фианофойл, в переводе Солдаты Удачи. Кстати, партия с таким названием вполне может быть оппозиционной и к слуге народа. Или я зря это сказал бесплатно. Ладно, проехали. Короче, до голосования обе респектабельные партии клялись, что в коалицию с экстремистами не пойдут. Но хочу спросить я у целевой аудитории, а именно посетителей ирландских пабов в Киеве. Разве могут в Европе экстремисты набрать 22% голосов? И в ответ на паузу я готов уточнить, пиво за мой счет. Согласитесь, что в рамках такого подхода перспективы коалиции выглядят уже не так пугающе. Вот и в Германии, а именно в восточно-германской Тюрингии, 7 февраля «Воздух свободы» привычно сыграл злую шутку с местными профессорами-плейшнерами, объединенными в Христианско-демократический союз. Они в местном лантаге поддержали на должность премьер-министра федеральной земли кандидатуру представителя свободной демократической партии Томаса Кеммериха, благодаря чему тот на один голос обошел представителя крайне левой партии Линке Бода Рамелова, за которого отдали свои голоса социал-демократы и «Зеленые». Что тут началось? Конечно же, я немного слукавил, забыв упомянуть, что за Томаса Кеммериха проголосовали также представители крайне правой партии «Альтернатива для Германии». Но разве могут быть экстремистами политики, за которых отдали голоса 24% жителей Тюрингии? Что немного меньше, чем за партию Линке, но намного больше, чем за христианских демократов. Совместное голосование христианских демократов и альтернативы для Германии в Тюрингии вызвало воистину гнев валькирий. Главная валькирия, по иронии судьбы, носящая ангельское имя, заявила прямо из ЮАР, где она, очевидно, вдохновлялась демократическими ценностями. Цитата. «Это произошло вразрез с ценностями и убеждениями христианско-демократического союза и стало плохим днем для демократии». Конец цитаты. Кроме того, канцлерин с чисто фюрерской непосредственностью призвала к отмене непростительного результата на выборах в Тюрингии. Кстати, могу напомнить, что в 1933 году, уже после выборов в Рейхстаг, мандаты отбирались у неправильной партии и передавались правильной, чтобы не вводить бюргеров в грех повторного ошибочного волеизъявления. Первой политической жертвой новых валькирий стал восточный комиссар правительства ФРГ Кристиан Хирт от Христианско-демократического союза, весь грех которого состоял в поздравительном твитте в адрес тюринского премьера, дословно «Поздравляю, Кеммерлих! Удачи в этом нелегком деле на благо свободной земли Тюрингия!» Ну, а самому Кеммерлиху, как и профессору Плейшнеру, настолько убедительно разъяснили, включая прямые угрозы его семье, что он ошибся дверью, что тот сам покинул свой пост. Впрочем, далее проблемы возникли уже у самой Ангелы Меркель. По итогам скандала ушла в отставку ее преемница на посту лидера ХДС Аннегрет Крамп-Каренбауэр, благородно избавив нас от необходимости запоминать столь непростую фамилию потенциального следующего канцлера ФРГ. Коротко резюмируя, можно сказать, что всю Европу сегодня не по-детски корежит. От Испании, где создать правящую коалицию меньшинства удалось только благодаря договоренностям с каталонскими сепаратистами. До Венгрии, правящую партию которой исключили из Европейской народной партии. От Британии, где проснувшаяся в кои-то веки палата лордов пыталась блокировать Брексит. До Италии, где евроскептики и антиевропейцы могут на следующих парламентских выборах взять абсолютное большинство. Никого уже не удивляет, что Бельгия год прожила без легитимного правительства. И это там далеко не рекорд. Однако для нас все это лишь повод вспомнить о том, как 75 лет назад два факела свободы и один мракотворец тирании установили в Ялте новый мировой порядок, который ружится на наших глазах и, соответственно, на наши головы. Вспомнить это историческое событие и поговорить об исчерпыванности его результатов. Я хочу с экспертом-международником, директором Института Новая Украина Святославом Денисенко. Добрый вечер, Святослав. Давайте начнем вот с такого вопроса. Пост-Ялтинский мир, которому уже 75 лет, или окончание пост-Ялтинского мира. Это фигура речи или реальность современная? Существует ли он на сегодня, признают ли его основные субъекты или, наоборот, основные субъекты признают, что пора на этом месте что-то новое построить? Добрый вечер. Ну, скорее всего, основные субъекты уже стремятся к перестройке системы европейской безопасности. Об этом прямо заявляет сегодня и Европейский Союз, который говорит о необходимости получить более серьезную роль и нарастить свои, так сказать, военно-политические возможности. Об этом говорит Российская Федерация, которая чувствует, в общем-то, некоторое несогласие с конфигурацией сил в современной Европе. И отчасти даже об этом говорят Соединенные Штаты, которые, собственно, и предпринимают даже шаги по пересмотру этого, так сказать, ялтинского мира. Вот выход в этом смысле из договора ракеток средней и малой дальности, так сказать, сложности с продлением СНВ – это все, скажем так, пролегамены к тому, что может быть построен новый порядок, в том числе и в первую очередь в Европе. Соответственно, если говорить о границах, ну, то, конечно, режим был сменен, режим границ и, в общем-то, скажем, конфигурация границ, безусловно, она поменялась. Поменялась она после 1991 года очень существенно, поменялась она в связи с трансформационными процессами, фрагментацией Югославии, наличие некоторых замороженных конфликтов, несколько волн расширения НАТО. Все это, безусловно, изменило конфигурацию сил в Европе. И в этом смысле, наверное, можно говорить о том, что либо ялтинской конфигурации уже нет, либо она, ну, скажем так, находится в своей, ну, скажем, завершающей фазе. А вот позиция Макрона – это трансформация ялтинского мира, либо принципиально новые? Ну, скорее, я бы оценил это, в принципе, как принципиально новый шаг. Ведь Европейский Союз – это, скажем так, субъект, не предусмотренный в ялтинской конфигурации мира. Более того, разделенная Германия, которая должна была в этом качестве существовать, как сказать, очень серьезные изменения произошли геополитические. Появление Европейского Союза как нового субъекта. А теперь запрос Макрона на формирование, скажем так, на базе Европейского Союза военно-политической конфигурации. Безусловно, это меняет систему. Это, безусловно, запрос на пересмотр и на создание новой конфигурации. Ведь возникает вопрос теперь о роли в системе европейской безопасности такого субъекта, как Соединенные Штаты Америки и такого субъекта, как Великобритания, которая после Brexit стала самостоятельным игроком. Соответственно, долгое время Европейский Союз, находившийся в состоянии, скажем так, торгово-экономического гиганта, он вписывался в эту конфигурацию. Ну, как некое правило общего рынка, даже введение новой валюты, в общем-то, можно было говорить о том, что, так сказать, сохранялась некая ялтинская формула. Теперь в случае обретения военно-политической субъектности в каком-то роде Европейским Союзом, можно, конечно, будет говорить о завершении ялтинской системы, безусловно. А вот такой вопрос, может быть, странный, а способен ли Евросоюз обрести военно-политическую субъектность? Ну, вы понимаете, вопрос не странный, более того, учитывая, какое долгое время он дискутируется в разных формах, это уже на повестке он 10 лет. А иногда даже не дискутируется, а считается риторическим, то есть в том смысле, что нет. Да, в том смысле, что нет. Ну, вопрос на разных уровнях обсуждается, было много инициатив, и инициатива ПЭСК о постоянном структурном сотрудничестве, и инициативы Франции с созданием сил быстрого реагирования. Это все попытки в некой конфигурации нарастить военно-политическое влияние. Другое дело, что насколько, если за прошедшие 10-15 лет обсуждения этой темы Европейскому Союзу пока не удалось сформировать вот эту вот систему, то это, конечно, ставит под вопрос и саму способность этой структуры. И здесь же самый главный момент – это отношение Европейского Союза со своим самым крупным военно-политическим союзником Соединенными Штатами. То есть, в какой конфигурации может возникнуть эта, скажем так, европейская армия, которой призывают, в отношении которой принимает резолюция Европейский парламент, в каком качестве она может возникнуть, это большой вопрос, и в том числе это предмет переговоров, может быть, какого-то торга с США. – Следующий вопрос. Сейчас уже никого не удивишь, и тем более не возмутишь, такой архаичной несколько столетней давности тематикой, как сферы влияния. На самом деле готовы говорить на эту тему Соединенные Штаты, Российская Федерация, Китайская Народная Республика, региональные игроки, Турция, Иран охотно эту тему поддерживают всеми доступными способами, включая, так сказать, использование вооруженных сил, либо прокси, так сказать, эту тему. А Европа готова к сферам, к разделу мира на сферы влияния? Или она опасается, что она сама попадет в какую-то, в какую-то или в какие-то сферы? – Ну, здесь все вместе, как бы, и опасается попасть в чью-то сферу влияния, как мы уже говорили, не имея вот этой жесткой военно-политической структуры. И есть еще один нюанс. Европейский Союз и Европа сейчас во многом диктуют некие общие правила, или стараются диктовать общие правила. Это связано в первую очередь с экономическими возможностями Европейского Союза, это большой рынок, который диктует определенные стандарты и в производстве товаров, и услуг, и в мировой торговле, и в обращении капиталов. Поэтому вот этот софт-пауэр Европейского Союза – это как раз некая претензия на всеобщность правил. Всеобщность правил и в части, скажем так, подходов даже к энергетической проблематике, да, вот Парижские соглашения, где определяются, скажем так, меры по контролю над выбросами, климатом. То есть Европейский Союз, по большому счету, на сегодняшний день, он существует и проводит политику, ориентированную на глобализацию, на глобальность, на универсализацию определенных правил. От обратного создание неких новых зон, исключительного политико-экономического влияния. Ну, безусловно, в этом смысле ему невыгодно, и вероятнее всего, Европа не будет готова, и она как бы демонстрирует неготовность к обсуждению этих вопросов. – Вот такой последний вопрос. А как вы думаете, может быть вопрос несколько теоретический, но тем не менее, моральное лидерство сегодня может не опираться на штыки, ну, что на самом деле время от времени пытается Европа продемонстрировать? Вы понимаете, моральное лидерство, оно опирается на данный момент, в первую очередь, на экономическую успешность и на успешность модели организации общества. Почему зачастую, в общем-то, говорили о европейских стандартах, о европейском качестве? Почему? Потому что Европейский Союз демонстрировал некоторые образцы социального государства, государства всеобщего благосостояния, да, которое, в общем-то, не имело аналога в этом смысле ни в Северной Америке, ни в Азии, ни в Восточной Европе. Поэтому было стремление к воспроизводству этой модели, к созданию похожих моделей, трансформации, европейские реформы и так далее, нам это очень хорошо знакомо. И на этом, в общем-то, основывалось моральное лидерство и на успешности экономической модели, на социальной ее некой справедливости. Сегодня, когда в Европе растут противоречия, когда есть проблемы с экономическим ростом уже достаточно долгое время, сегодня Европа остается уязвимой перед возможными ударами финансового кризиса. В общем-то, кризис-то долгов преодолен был только за счет, эмиссии Европейского Центрального Банка, вот эти снятые риски с группой ПИКС и так далее. То есть, это подтачивает в этом смысле моральное лидерство и софт-пауэр Европейского Союза. А, соответственно, на первый план опять выходят, конечно, военно-политические возможности, военно-политическая мощь. И, собственно, именно поэтому и Макрон, и другие европейские уже лидеры действительно говорят о том, что Европе пора задуматься о своей жесткой силе в этом смысле. Ну, что ж, во всяком случае, как минимум интересно наблюдать за этими процессами в 75-летие Ялтинских соглашений. Ну, давайте на этом подведем черту. У меня в гостях был эксперт-международник Святослав Денисенко, директор Института Новая Украина. Благодарю вас. Спасибо большое. Генеральный прокурор США Уильям Барр, по вполне знакомой украинцам традиции, пытается демонстрировать из себя большего государственника, нежели это предусмотрено буквой и духом закона. Так, в конце прошлой недели он, развивая идеи Дональда Трампа по сдерживанию китайского телеком-гиганта Хуавей, заявил, что Китай стал главным геополитическим противником США, признал лидерство Поднебесное в сфере разработки оборудования для 5G и выразил опасения, что Китай будет иметь возможность блокировать поставки телекоммуникационного оборудования, а потому нельзя допустить зависимость промышленного интернета от китайских технологий. Справка. В декабре 2019 года Палата представителей США приняла законопроект, запрещающий правительству покупать телекоммуникационное оборудование у компаний, которые рассматриваются как угроза национальной безопасности. Под это определение подпадает китайская Хуавей. Законопроект также предусматривает помощь со стороны правительства небольшим поставщикам услуги связи, которые должны будут отказаться от сомнительного оборудования. Согласно законопроекту, Федеральная комиссия по связи США должна будет создать программу стоимостью 1 миллиард, чтобы помочь провайдерам связи заменить подозрительное сетевое оборудование на технологии, которые власти считают более безопасными. Переводя подозрения и опасения в практическую плоскость, генеральный прокурор США выступил с неожиданным предложением о том, что Соединенным Штатам и их союзникам следует рассмотреть возможность покупки контрольного пакета акций финской Нокио и шведской Эриксон для противодействия доминированию китайской компании Huawei в сфере сетей пятого поколения 5G. Реализовать эту идею Бар предложил либо напрямую, либо через консорциум частных компаний из США и стран союзников. Цитата. «Благодаря нашему обширному рынку и финансовой поддержке одна из этих компаний, или они обе, станут более сильными конкурентами и разрешат опасения насчет их жизнеспособности». Конец цитаты. «Нужно отдать должное. Если американский истеблишмент хочет развивать конкуренцию, то не только закон, но и сам здравый смысл их в этом стремлении не остановит. Не говоря уже о законах рынка, на которые могут надеяться только слабаки. В целом же, государственные инвестиции в США – это большая редкость в принципе, а в иностранной компании полная экзотика. Тем не менее, акции «Эриксон» и «Нокия» радостно подскочили на заявление «Барра», что, несомненно, заставило якобы третьего из четырех братьев Валенбергов, чья семья вместе с третьей частью экономики Швеции владеет по случаю и компанией «Эриксон», поинтересоваться, кто такой этот «Барр». Не сомневаюсь, что уже через несколько секунд ему доложили, что «Барр» в прошлом был юридическим консультантом мобильного оператора «Версион Коммуникейшн Инкорпорейшн», откуда и перенос на свою нынешнюю должность желание порулить телекоммуникационной сферой. Мы не знаем, кому именно после этого звонил Якоб Валенберг, но уже на следующий день целый вице-президент США Майк Пенс заявил, цитата, «При всем большом уважении генеральному прокурору Барру мы считаем, что лучший путь вперед – это то, что недавно объявил Аджит Пай», конец цитаты. Аджит Пай – председатель Федеральной комиссии связи США, который предложил высвободить больший спектр частот для использования беспроводной связи 5G. Вслед за Пенсом успокаивать Валенбергов бросился экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу, заявивший, что Соединенные Штаты тесно сотрудничают с Нокио и Эриксон, а оборудование этих компаний необходимо для создания инфраструктуры 5G. Но правительство США не занимается покупкой компаний, будь то внутренние или иностранные. Впрочем, мы же понимаем, что генеральный прокурор Барр просто держится в келеваторной струе своего шефа Дональда Трампа, который, по свидетельству авторитетнейшей Financial Times, наорал в телефонном разговоре на британского премьера Бориса Джонсона за то, что тот, а точнее Совет по национальной безопасности под руководством Джонсона, дал китайской Huawei разрешение на участие в развитии сетей 5G на территории Великобритании. Правда, с рядом существенных ограничений. Источники британского делового издания сообщили, что люди, находившиеся в кабинете премьер-министра Великобритании, были ошеломлены грубостью того, как президент Трамп разговаривал с премьером Джонсоном. Американский президент был в ярости и выразил ее в самых энергичных выражениях. С другой стороны, вежливо и дипломатично британского премьера уже просили. Госсекретарь Майк Помпео в ходе визита в Великобританию заявлял, что Вашингтон будет оценивать, как Великобритания будет реализовывать запланированные проекты, имея в виду сотрудничество с Хуавей и многозначительно добавил, что у британских властей еще есть шанс пересмотреть выполнение данных планов. Ранее, в декабре прошлого года, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен предостерег Великобританию от допуска Хуавей к телекоммуникационным сетям 5G, заявив, что такой шаг создаст риск для секретных разведывательных служб Великобритании. Возможно, конечно, я ретроград и консерватор, но по сравнению с многолетним присутствием Ми-5 и Ми-6 в списках топ-гей-френдли работодателей Британии, а в 2016 году Ми-5 даже возглавила этот список, риски от коммунистических телекоммуникаций в виде программ шпионов, как мне кажется, преувеличены по сравнению с иными коммуникативными рисками, заканчивающимися СПИДом. Впрочем, Китай тоже не собирается сидеть сложа руки. В минувшее воскресенье, по информации Bloomberg, КНР предостерегло Францию от исключения Huawei Technologies Corporation из сетей 5G. Посольство Китая в Париже призвало Францию установить прозрачные критерии и одинаково относиться ко всем компаниям, предупредив, что различие в обращении в зависимости от страны происхождения компании будет рассматриваться как вопиющая дискриминация и замаскированный протекционизм. В заявлении посольства содержит также плохо скрываемая угроза. Мы не хотим, чтобы развитие в Китае финской Nokia и шведской Ericsson пострадало из-за дискриминации и протекционизма в отношении Huawei со стороны Франции и других европейских стран. Понятно, что акции Ericsson и Nokia от таких заявлений отнюдь не склонны ползти вверх. А упомянутому выше Якобу Валенбергу, несомненно, пришлось звонить в Париж. Спасибо Еврокомиссии за отмену роуминга внутри Евросоюза. Что же касается Украины, то в отличие от Польши, мы продолжаем активно сотрудничать с Huawei. О преимуществах и рисках 5G, связи в руках Поднебесной мы поговорим с экспертом в сфере телекоммуникации Алексеем Масимым. Алексей, давайте начнем с такого вопроса. На сегодня доля Huawei на мировом рынке 40%, Ericsson 17%, Nokia, если не ошибаюсь, там немножко больше 10%. То есть, в общем-то, с одной стороны, есть отрыв Huawei, а с другой стороны, они вроде бы как не являются монополистами на мировом рынке. Вот в связи с этим, первый вопрос, насколько обоснована тревога, в первую очередь, Соединенных Штатов, что они уступают Китаю технологическое первенство вот в этой сфере 5G-связи? Ну, тут надо учесть скорость экспансии. Дело в том, что Huawei же достаточно новый игрок, и, допустим, на Украине он вытеснил буквально за последние 2-3 года тот же Ericsson и Nokia. И получается, что во всем мире точно так же. То есть, 40% Huawei – это свежие 40%. Это последние годы. Да, а Ericsson сейчас находится в такой странной ситуации, когда они хотят быть в компании, которая представляет, опять-таки, разработку программного обеспечения и пытаются уйти, наоборот, от аппаратного обеспечения, которое у них успешно нажимают китайцы. Поэтому тут как раз очень такая опасная ситуация. К тому же, ну, и Nokia, и Ericsson – это же не американские компании. Ну, возможно, они ближе, поскольку они к Европе. К европейске. Да, но все равно, да. И делать ставку на Ericsson и Nokia в данном случае тяжело, если не учитывать как раз вот санкции. Вот с санкциями чуть попроще. Смотрите, американские должностные лица, первые лица употребляют такое время сочетание угрозы для промышленного интернета. Скажите, что имеется в виду, ну, вот на простом языке? Ну, по факту, все же ожидали как раз в прошлом году, но он в наших странах не случился еще, роста интернета вещей резкого. Причем и Россия ожидала какого-то бурного-бурного роста, который не пришел, и Украина тоже. А по факту в той же Японии, ну, и в той же Европе большинство абонентов мобильных – это устройства. То есть устройства, которые вставлены на сим-карты, которые сообщают метрики измерения температуры, датчики, давления и прочее. Правильно ли я понимаю, что, допустим, в Японии, еще в ряде стран главными заказчиками у гаджетов являются другие гаджеты? Очень примитивно. Количество сим-карт на одного абонента Японии в устройствах было 9 к 1. То есть 9 стояло в устройствах, я думаю, сейчас даже больше. Сейчас, может, до 12 даже доходит. По факту, то есть на одного человека есть 9 устройств. Ну и, соответственно, все эти устройства, они идут через общую сеть. Им нужен 5G интернет, опять-таки, для того, потому что большинство из этих устройств, им нужно энергомалопотребляющее оборудование, и там не может быть стоять сим-карта обычная для 3G, 4G, поскольку просто он там проживет неделю и сдохнет. А на 5G такие же устройства могут жить порядка года, поэтому считается, что все промышленное оборудование будет как раз работать на 5G, и, соответственно, все данные отправлять через сети мобильного оператора. Если на мобильном операторе будет стоять китайское оборудование, а претензии воспитательные к Huawei, то есть Huawei изначально пообещали сотрудничать одним образом с американскими властями, но выяснилось, что они наградили своих сотрудников, которые поставляли оборудование в Иран, и поэтому Штаты начали это как воспитательный процесс, который, конечно, наверное, имеет какую-то экономическую подоплеку, но она пока скрывается. Я очень примитивно тогда спрошу. Есть опасения о шпионском оборудовании? Ну, имеется в виду, что если оборудование чужое, то там может быть программная закладка или аппаратная закладка, и по факту, за счет того, что оборудование сейчас сложное, проверить практически невозможно. Но это пока упреки и подозрения, или все-таки уже есть доказательства? Насколько я знаю, доказательств нет, и поэтому та же Британия говорит, что мы не нашли никаких угроз, и ваша политическая игра нам пока там не близка, но опять-таки, как с любой закладкой, это называется закладка, допустим, программ, пока она не сработала, нельзя говорить, что ее нет. То есть как только данные пошли, и есть информация о том, что вот данные передаются, то тогда можно говорить, что она найдена. Но в спящем режиме это оборудование или программный код, иногда, кстати, может, как часто бывает, это какая-то ошибка даже, ошибка, которая позволила потом получить данные несанкционированным образом. То есть там все бывает даже сложнее, чем умышленно. Бывают утечки неумышленные с точки зрения производителя оборудования, но умышленные с точки зрения тех, кто ломает. – Понятно. Хорошо. Соединенные Штаты пытаются заблокировать продвижение 5G. А какую они альтернативу предлагают? Ведь если мы говорим о недобросовестной конкуренции, предполагается, что у того, кто занимается недобросовестной конкуренцией, есть свой товар. Может быть, он дороже, чуть хуже качества, но он в той же сфере, может быть. У американцев что-то есть? – Нет, но американцы говорят, что мы непосредственно против того, что стояло оборудование Huawei, но мы готовы сотрудничать с Nokia, с Ericsson. – То есть, американских нет, да? – Ну, американских нет, насколько это. Ну, это просто дорогое развлечение, и для того, чтобы вывести такого игрока на рынок, даже вот Штаты не могут себе такого позволить пока. – Ну, а что касается Китая. Ну, это, в принципе, Huawei – это же национальная программа. Я сейчас не говорю про форму собственности, какая она. Это коммерческая, можно сто раз говорить, что предприятие. Но предполагается, что это, как бы, оно опирается на мощь Китая как государства. – Ну, так, по крайней мере, кажется, но данных, допустим, у меня нет, и я не слышал такого, что Китай считает национальной компанией. – Ну, не де юре, де факто мы говорим. – Ну, опять-таки, это, наверное, на уровне слухов и на уровне вовлеченности, опять-таки, лиц, которые связаны с государством. – Алексей, последний вопрос. У нас вот во время последнего визита Помпея, но это уже не первый раз, делали нам замечания по поводу китайских там инвестиций. Ну, в первую очередь, судя по всему, Помпея имел в виду Моторсич. Но на самом деле, вот в отличие от Польши, которая не сотрудничает с Huawei, запретила развитие, Украина, наоборот, активно Huawei сотрудничает, включая, есть общие образовательные программы, вот из последних новостей, с политехническим институтом, то, что вот можно найти. Вот тут вопрос, проблемы будут с этим, с американцами? – Ну, я думаю, что в целом пока мы, как рынок, для того, чтобы давить именно на нас, на Украину, не сильно интересны. Но так как наши мобильные операторы являются частью больших мобильных операторов, которые развернуты в других странах, то, возможно, через штаб-квартиры, то есть, допустим, тот же «Киевстарк», через «Вион», через штаб-квартиры эти результации получены. Более того, мобильные операторы уже порядка двух лет находятся в такой шаткой позиции, поскольку они отстаивают свои интересы и свои инвестиции. Но поскольку в это оборудование, которое выбрано, потому что оно дешевле, мощнее, там при тех же ценах, инвестированы большие деньги, и вроде бы пока решено, что ситуация стабильна, то есть, по крайней мере, не требует от нас как... Ну, просто потому что, наверное, мы маленький рынок, и это не те угрозы, которые могли бы быть, если это оборудование было развернуто в штатах. Но теоретически надо быть готовым, что блуждающий взгляд Дональда Фредовича остановится на Украине и поинтересуется, как там дела с Хуавей. Ну, это будет, ну, то есть, с точки зрения денег риск огромный, но пока просто процент того, что от нас потребует в церковном качестве сотрудничества, мал, но, ну да, деньги там огромные, конечно. Понятно. Ну, и, наверное, последний вопрос. Теоретически можно ли ожидать какого-то нового игрока, вот кроме Хуавей и двух скандинавских или североевропейских компаний? Ну, теоретически, да, но это... Ну, от кого? Ну, я, конечно, спрашиваю. Нужна звезда, какая-то уровня маска, я не вижу, да, от кого, в том-то и дело. Ну, то есть, вроде бы, как потенциально бюджеты позволяют, но нет заинтересованных сторон. Ну, то есть, уже и так, при условии, что есть китайцы, есть вот европейские компании, такие как Nokia Erikson, появление еще одного игрока, ну, то есть, даже на таком рынке сложно зарегулированном, ну, мне кажется, не очень, ну, как бы, нет предпосылок для этого. Я себе представляю, как плачут инвесторы, когда Маск поет «Гори, гори, моя звезда», и представляют себе инвесторы, сколько может сгореть еще инвестиций в этом. Не, ну да, вот если появится какое-то оборудование совершенно нового типа, например, там, идешь же речь о низколетящих спутниках, идет речь о воздушных шарах, если вот какой-то прототип такой начнет развертываться, в том числе Маск и Цукерберг, там, часто об этом заикаются, или Амазон, то тогда, да, тогда новый игрок может появиться за счет какого-то нового технологического слома. Ну, опять же, ну, штаты же не хотят отказываться от 5G, ну, то есть, более того, они не из первых его развернули. Поэтому то, что они как раз в Европе постараются это притормозить, связано как раз с тем, что они хотят, чтобы, опять-таки, домина... Дело в том, что на 5G вешается хорошо программный слой. То есть, все приложения, и штаты хотят... Вот есть мнение экспертов, штаты хотят бороться как раз за то, чтобы эти приложения были разработаны в штатах. То есть, что оборудование не американское, но лояльное, а программное обеспечение условно американское, поскольку разработчики, как раз, в правом обеспечении находятся в штатах почти полностью. А китайцы борются за то, чтобы этот слой был у их. И они за счет того, что у них фаервол, хотят вначале развернуть у себя, а потом постараться захватить Европу и штат. Ну, как учит Трамп, покупая американцы. То есть, борьба идет даже не за железо, а за следующий уровень, который будет получать данные от оборудования. — Благодарю вас, Алексей. Я думаю, мы время от времени с вами будем встречаться и обсуждать, безусловно, эту очень интересную тему, потому что такое впечатление, что именно сотрудничество высоких технологий во многом подменяет, вернее, конкуренция в высоких технологиях во многом подменяет конкуренцию в военно-технической сфере. — Ну да, сейчас, да, после того, как начался процесс Huawei, создается такое впечатление, что как раз военно-техническая идет за технологией. И ведутся активные действия, поэтому... Ну, это очень, да, интересный кейс. — Благодарю вас, Алексей. — Спасибо и вам. В заключительной части нашей программы мы не можем обойти молчанием вручение престижнейшей кинопремии «Оскар» и ее традиционной предтечи, вручаемой накануне премии Британской академии кино и телевизионных искусств «Бафта». Под влиянием идеи Греты Тунберг, повторно, кстати, выдвинутой на Нобелевскую премию мира, организаторы британской премии «Бафта» подавали на торжественном банкете исключительно вегетарианские блюда. Были категорически запрещены полиэтиленовые пакеты, одноразовые приборы и пластиковые бутылки, а звездам дарили сумки из переработанных материалов. По окончании торжеств на переработку отправили даже красную ковровую дорожку. Знаменитостей просили не покупать или шить для церемонии новые наряды, а прийти в уже имеющихся или, в крайнем случае, взять на прокат. Как следствие, герцогиня кембриджская Кейт Миддлтон участвовала в церемонии в платье восьмилетней давности, в котором она блистала на бриллиантовом юбилее правления королевы Елизаветы II в 2012 году. Честно говоря, последняя информация выглядит, как современное прочтение грустной сказки «Принцессы на горошине», причем без шансов на хэппи-энд. Организаторы «Оскара-2020», действуя солидарно со своими британскими кузенами, заявили о стремлении сократить свой углеродный след. Мясо было исключено из меню традиционного завтрака звезд, а также самой церемонии. Несчастные мясоеды получили шанс вернуться к привычной вкусовой гамме только на губернаторском балу по окончании церемонии, но и здесь две трети блюд были вегетарианскими. На этом фоне воистину варварами выглядят сторонники запуска газопровода «Северный поток-2», который, по мнению посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра, состоится в конце 2020 года, но не позднее первого квартала 2021 года. Впрочем, партнер «Газпрома» по проекту «Северный поток-2» австрийская компания ОМВ заявила, что считает недостаточными действия европейских стран по поддержке строительства газопровода. В то же время почти сразу же прошла информация о том, что операторы «Северного потока» и «Северного потока-2» уже обратились к Федеральному сетевому агентству ФРГ со скромной просьбой освободить газопровод от норм газовой директивы Евросоюза всего-то на 20 лет. И последняя новость, возможно, касающаяся «Северного потока-2». В ночь на 10 февраля судно «Академик Черский» неожиданно покинуло находку и отправилось в Сингапур, где когда-то было построено. Буквально 7 февраля был закрыт тендер на установку на судне сварочного оборудования. Так что, скорее всего, «Академик Черский» идет в Сингапур для монтирования сварочных постов, которые позволят ему принять участие в работах по укладке труб для «Северного потока-2». Ну и завершим наш обзор многострадальной Сирии, в которой турецкая армия столкнулась с сирийской и обратилась за помощью к НАТО, хотя действует за пределами своей территории. Как будет развиваться новая стадия эскалации этого конфликта, мы увидим уже на следующей неделе. И на этом «Международная панорама» и ее ведущий Дмитрий Джангиров прощаются с вами. До встречи на следующей неделе. Благодарю за внимание.